Всем привет! В эфире рубрика релизы. У микрофона Анессия Аоки, и в этом видео я расскажу вам о новинках среди визуальных новелл в прошедшем июле. Начнем мы, как обычно, с русскоязычных релизов. И первой отметим одну из главных новинок этого года – игру Энелия Рассвет Безумия, выполненную в необычном сеттинге Биобанка со своим уникальным лором. Ее героиня – девушка Энелия, мечтала стать друидом, однако череда событий раскрывает перед ней страшные тайны ее мира. Другой важный релиз этого лета – выход игры «Время пари» из цикла «Легенды Савары». Ее главный герой Хиду был простым наемником в портовом городке, но после убийства головорезов авторикета Черного Рога хрупкое равновесие борющихся группировок криминального мира может рухнуть. Следующая июльская новинка, которую нельзя проигнорировать – выход DLC «Еще-еще» к альтушке для Скуфа. В самом дополнении, по словам авторов, появились не только три новых героини – Мюша, Лиза и Кира, но и была расширена сама вселенная, раскрывшая чуть больше подробностей о протагонисте Скуфе. А помимо оригинальных альтушек, умельцы в погоне за хайпом создают и собственные версии мемного сюжета, одна из которых «Забери свою альтушку». Здесь, как и в игре «Отриканье» и «Терлецкого», вам тоже предстоит примерить на себя роль героя, оформившего заказ на полагающуюся ему альтушку. Ну а протагонист киновеллы «Наблюдатель» полагался по наследству небольшой домик в глухой деревне, но, решив продать его, девушку ждет нестандартная процедура, а весьма пугающая ситуация. Ведь домом, а вернее его новой хозяйкой, заинтересовался таинственный «Наблюдатель». Разгадку необычных тайн предлагает и демо-версия игры «Лес посмертных масок». Она является сиквелом новеллы «Яблоня» и продолжает историю девушки-детектива Кристиан Тайлер. И на этот раз ее отправляют в опасную командировку для расследования похищения известного бизнесмена. Далее отметим несколько новелл в отечественном сеттинге. И первая из них – трагичная история о выживании в блокадном Ленинграде под названием «Бессмертная симфония». В этой игре от главы к главе вы будете управлять четырьмя разными героями, цель которых – выжить в осажденном городе и сохранить в себе человечность. А в игре «Как Петр чертежи искал» вы сыграете за амбициозного юношу Петра, однажды проснувшегося с мечтой, и он решил ее осуществить во что бы то ни стало. Ну а по пути героя ждут разные знакомства, которые могут повлиять на ход истории и помочь Петру воплотить его мечту. В свою очередь игра «Путь богатыря» представляет собой не только забавный рассказ о приключениях марийского богатыря Элавия Храбродушного и его борьбе с захватчиками Руси-матушки, но и предлагает погрузиться в атмосферу, которой позавидуют любые русы против ящеров. Сюжет следующей новинки под названием «Тузак» основан на реальных событиях, происходивших в Казахстане в 18 веке. «Милая история о жестокой девушке, или же жестокая история, надломившая милую девушку», гласит теглайн этой игры о дочери Батыра Айсари, которой было суждено вернуть мир в казахскую степь. Ну а в новелле «Карамель Перформанс» важную роль играет магия, но там она не что-то крутое, а аномалия организма, из-за которой ее владельцы подвергаются осуждению. И протагонистка истории Эвелин Бузуй не является исключением, однако находит спасение в цирке Крив, где все работники несут магическую печать. Игра «Roll of Fate» также обещает вам шоу, пусть и не цирковое. Ее протагонист Алекс однажды получает приглашение на участие в ролевой игре в городке вдали от цивилизации, но очень быстро становится понятно, что шоу представляет собой игру на выживание, и только от ваших действий зависит, доживете ли вы до рассвета. Цель выжить стоит и перед героем новеллы «Чел, я просто хочу домой» с уникальным визуалом и не менее крутым саундтреком в стиле 80-х. Ну а сам протагонист игры – обычный курьер, застрявший в незнакомом районе, где бродит убийца. И под жутким ливнем он желает лишь добраться домой. Плотный хоррор обещает и новелла «Slayer World». Ее действия происходят в провинциальном американском городке, где случается череда страшных убийств. И расследовать их предстоит шерифу Таннеру, который должен позаботиться не только о местных жителях, но и о своей семье. Мистический триллер вас ждет и в новелле «Язва». Ее сюжет начинается с приезда странной общины хиппи в маленький южный городок. И вместе с ней повсюду расползается зло. Ну а распутывать череду кровавых событий придется старшекласснице Кори, которая, сама того не ведая, и стала их причиной. Следующий релиз под названием «Ты знаешь мое имя», как отмечается, был вдохновлен не только молочной идеологией Никиты Крюкова, но и знаменитым мультфильмом «Ежик в тумане» Юрия Норштейна. Ну а сама история повествует о девочке, позабывшей свое имя, а с ним и кое-что еще. Другая, похожая на PMKM новинка – короткая игра под названием «Мне бы покушать», представляющая собой, как описывает ее автор, среднестатистический поход за продуктами в магазину дома. Но чем обернется это обыденное путешествие? Пиксельный стиль в графике предлагает и игра Fallen in Cybernet. И как заявляют ее разработчики, она не только погрузит вас в мир киберпанка, но и научит основам информационной безопасности при помощи теоретического материала и решения практических задач. Следующая новинка – игра «Виленвиль. Эхо обмана». Это история о наемнике, попавшем в странную деревню, где ему предстоит столкнуться с некими призраками. Расследуйте, кому может быть выгодно их появление, и помогите местным защититься от загадочного врага. Далее отметим игру «Долго и счастливо», над переводом которой работала команда ВНК. И в ней вы столкнетесь с необычным приемом деконструкции главного героя. Ведь им будет не номинальная девочка-протагонистка, а путешествующий за ней по страницам книги с пастельной графикой ее кот. Не менее милая история вас ждет и в новелле Банни «Алиса в стране чудес». Ее героиня, кролик Алиса, случайно упала в нору и оказалась в стране чудес, превратившись в очаровательную девушку с кроличьими ушками. И по ходу своих приключений там она повстречает еще одну девочку-кролика и, конечно, озорного чеширского кота. Другая новинка с необычным названием «Кобальт 61 апреля» – это игра от одинокого китайского разработчика. Ее действие происходит в 60-е годы в СССР и повествует о талантливом юноше-ученом Антоне Андреевиче Сидорове, который оказывается связан с необычной первоапрельской шуткой с очерновением целого поезда. Еще одна игра в советском сеттинге – «Смелое сердце». Рассказывает о пионере Глебе. Он спасает Красное Знамя и вступает на путь борьбы против немецких захватчиков во время Великой Отечественной войны. Но главная фишка игры – наличие нескольких так называемых «линий жизни», из которых складывается целиком весь сюжет. Ну а новелла под названием «Хэндвэйр» позволит вам проследить за приключениями девушки Айрис, погрузиться в ее необычную историю и вместе с ней достичь поставленных ею целей. Так готовы ли вы открыть для себя сердце и разум Айрис? В свою очередь новелла «Параллельный мир» расскажет вам о жизни обычного мальчика, который вместе со своими друзьями обнаружил таинственный портал в другой мир. Но то, что сперва казалось веселым приключением, на самом деле будет таить большую опасность. Следующая новинка под названием «Подработка» предлагает вам взять на себя роль помощника, который выполняет задания, оставленные ему хозяевами дома. Но по пути вы повстречаете и других жильцов, а от ваших выборов зависит то, насколько успешно вы справитесь со своими задачами. Еще одна небольшая новелла под названием «Пирог для Эмми» является дебютным проектом для ее автора и рассказывает короткую и милую историю о трех детях, задумавших вместе испечь вкусный пирог. Герой следующей новинки игры «Праздники» – преподаватель, страдающий от белой горячки. Перед ним открыт огромный мир, где он сможет не только посещать разные локации, но и вступать в схватки с другими героями и покупать предметы, которые затем пригодятся в его приключениях. А еще одна новинка «Семь дней до дедлайна» представляет собой историю студента, просто желающего быть счастливым. Но ему в этом мешает учеба, а именно курсовая работа, которую необходимо написать как можно скорее. И в конце блока отметим пару игр для взрослой аудитории. Первая из них – новелла «Развратные воспоминания» от Алексея Изимова. Эта история является сиквелом предыдущей игры от Алексея и продолжает рассказ о приключениях студента Славы, его мачехи Маши и подруги детства Али, в котором присоединяется ее сестра Лили. Ну а герой второй подобной новинки игры – Симулав – молодой программист, основавший собственную студию. И новая сотрудница Алиса помогает ему разрабатывать приложение «Симулятор знакомств», а заодно готова выполнить практически любое поручение. Но как к такой прыти отнесется Джесс, его ревнивая девушка? Далее в нашем выпуске традиционно идут англоязычные новинки. Герой первой игры – Неконин Экс Хардспин – жил обычной жизнью с младшей сестрой и дедушкой. Но когда дедушка скончался, на его похоронах внезапно появилась девушка-кошка с пистолетом в руках. Однако от нее героя спасла другая прекрасная кошка-девушка, объявившая себя его защитницей и раскрывшая секрет его семьи. Следующая интересная новинка под названием «Дым кальяна» рассказывает о молодом парне Тору Сумики, которому поставлен смертельный диагноз. И желая скрасить оставшиеся дни, Тору устраивается работать менеджером кальяной на окраине Акихабары, где знакомится и сближается с тремя эксцентричными девушками. В визуально схожем стиле выполнена и новелла «Это был человек». В центре ее сюжета – девушка Акоза Исана, обнаруженная с бензопилой на месте убийства двух мужчин. И теперь вас ждет ее психоделический допрос, в ходе которого она будет с вами флиртовать, а вы – выяснять реальные причины смерти. А новелла «Лилия и Нацкая рисуют ложь» – это трогательная история о слепой художнице Лили и ее энергичной ассистентке Нацке. Измученные собственным прошлым, две девушки вступают в новое будущее, где им предстоит разгадывать необычные тайны, которые скрывают в своих заказах на картины их клиенты. Другая новинка с забавным названием «Как превратить дух вишневого дерева в айдола» начинается, однако, весьма трагично. Ее главный герой потерял мать и, пытаясь преодолеть депрессию, вернулся в родной город. Но и там он не находил счастья, пока весной у Сакуры, которую когда-то посадил вместе с матерью, не повстречал прекрасную девушку. Герой следующей новеллы «Лунное сияние звездного танца» с детства способен видеть призраков. Однако из-за своего умения он оказывается втянут в череду необычных событий и знакомств, после того, как одна милая девочка-призрак предложила ему подружиться с ней. В свою очередь, протагонист истории под названием «Улика 96-го» – невменяемый старшеклассник, который совершил серьезное преступление. И теперь его главная задача – уничтожить все возможные улики, указывающие на его вину. Новелла «Восемь дней школы» на первый взгляд может показаться комедией, героя которой ждет бурный роман с какой-то из одноклассниц. Но здесь исчезают люди, учителя ведут себя странным образом, а вы встречаете таинственного человека в лесу. Так что почувствуйте тяжесть решений, когда жизни возлюбленных висят на волоске. А в новелле «Вампир-терапевт» вы примете на себя роль исправившегося вампира, который решил помочь и другим своим собратьям обрести внутренний покой. Так что теперь вас ждут непростые беседы в попытках провести вампиров через весь их многовековой эмоциональный багаж к принятию собственных проблем. Следующая мрачная история начинается с того, что жарким летним днем тебе неожиданно звонит подруга детства. С тех пор, как вы последний раз общались, прошло несколько лет, но вместо того, чтобы наверстать упущенное, она предлагает тебе неожиданный подарок. Примешь ли ты его? В другой новелле «Шут и принц» вы просыпаетесь без памяти, запертым в комнате с двумя говорящими рисунками. Но по мере того, как вы хотите прояснить ситуацию и выяснить, как сбежать отсюда, вы понимаете, что все куда сложнее, чем кажется на первый взгляд. В свою очередь в новелле «Трущобы Серафима» ставится вопрос, насколько сильно может пасть ангел. Ведь здесь вы сыграете за Демонессу, которая помогает трем заблудшим душам преодолеть собственные ограничения, но и вместе с тем подталкивает их к краю пропасти. Но важнее именно то, как они падут. Герой следующей новинки является Химерой. Все части его тела когда-то принадлежали другим, и потому он изгой. Но однажды он попадает на небесный корабль, команда которого должна вернуть одному из членов правящего совета страны его глаза, теперь принадлежащие вам. А новелла «Параллели. Первый год» расскажет о зарождении отношений между старшеклассниками Джессикой и Роном. Она – легкомысленная черлидерша, попросившая его помочь ей с учебой. Он – застенчивый паренек, отпускающий острые шутки. Но окажется ли их история счастливой даже в иных параллельных мирах? И в конце этого блока отметим детективную игру под названием «Оператор», где вам предстоит применить все свои навыки, чтобы помочь спецагентам расследовать загадочные преступления. Используйте передовые программы, ищите улики, решайте возникающие головоломки и доберитесь до истины. Ну а теперь настало время перейти к блоку новелл с пометкой «Для взрослых». Герой первой игры «Секс Калибур. Рыцарь. Стука по столу» – рыцарь-извращенец, который не может побороть свои желания, даже попав в плен к жестокой королеве-воительнице Карле и после его спасения рыцарем Эрикой и ее командой. Но однажды он находит волшебный меч, позволяющий завоевать всех этих девушек. Протагонистка следующей истории «Слеза ангела-преданная богиня» Юри Маишима пробуждает сокрытые в ней силы и превращается в девушку-волшебницу «Ангельскую слезу». Теперь ей предстоит сражаться с демонами, но злая энергия разврата просачивается в мир обычных людей, которых она должна защищать. Другая новинка – «Неверная жена» повествует о женщине Аяна. На вечере встреч выпускников она пересеклась со своим бывшим парнем и, напившись до беспамятства, изменила с ним любимому мужу. Впрочем, добавляет пикантности то, что он и сам подталкивал ее к этому. А в новелле «Блуд Крейв» вы сыграете за молодого инженера Алекса, который оказался в эпицентре битвы между вампирами и линчевателями. И когда его спасает охотница на вампиров Хлоя, Алекс обнаруживает, что его кровь особенная и может навсегда изменить баланс сил в этой бесконечной битве. Ну а герой игры «Раскрывшийся Ангел» – безумец Джо, который слепо бродит по разным местам в надежде отыскать нечто, способное спасти от недуга. Но его разрушенный разум уже не подлежит восстановлению. Так что оставь его гнить, ведь красота бывает и в том, чтобы стать причиной безумия другого человека. В следующей новинке «Страшная тяжесть» вы окажетесь запертым в разваливающемся особняке вместе еще с четырьмя людьми. И теперь вам предстоит перехитрить охотящуюся на вас древнюю ведьму. Собирайте предметы, расставляйте ловушки, решайте головоломки и находите тайники, чтобы избежать гибели. В свою очередь в новелле «Умичан Сенторио» вы сыграете за бизнесмена Карла, переживающего трудные времена. Однако от своей подруги он получает предложение стать управляющим ее нового кафе. Но у Карла появляется идея сделать не обычное кафе, а самый настоящий бордель. И в конце этого блока отметим новеллу «Святая Кэрри», героиня которой была объявлена святой. Но по правилам для принятия титула ей необходимо обручиться уже через две недели. А тыщет ли она любовь? Или ее брак станет простым выполнением долга? А может Кэрри найдет способ и вовсе избежать его? Следом, как обычно, отметим и свежие новинки в жанре отомы. Начнем здесь с релиза игры «Би Проджект Фантазия Рюсей», где вы примерите на себя роль менеджера известной группы айдолов. Так что вам предстоит позаботиться сразу о 14 парнях, у каждого из которых необычный характер и свои трудности. Поддерживайте их, помогайте развиваться и добиваться славы. Далее скажем о новелле «Астория. Поцелуй судьбы». Ее героиня устроилась работать в необычное агентство, которое занимается делами различных монстров и божеств. И поначалу она думала, что ее карьера пойдет в гору, но однажды ее попросили о помощи сразу пять мифических существ. Следом скажем о паре демо-версии с недавнего «Отома Джема». Героиня первой, Мираж Нуар, вернулась в родной город и устроилась работать детективом. Но рутина однажды сменяется шансом взяться за необычное дело о неуловимом серийном убийце. И расследуя его, она также познакомится с эксцентричными парнями. Другая новинка «Отома Джема» – сиквел новеллы «Малиновые волны изумрудного моря», носящий название «Амарантиновая луна». Его действие происходит в мире, где вампиры – обычные члены общества. Но когда появляется лекарство от вампиризма, не все оказываются этому рады, и первой пострадавшей становится девушка Люси. Ну а в демо игры «Спасите злодейку» вы примерите на себя роль героини, которая оказалась буквально домашним животным в угрожающем поместье. И теперь вам предстоит разгадать ворох загадок, раскрыть таинственные убийства и познакомиться с уникальными мужчинами. Сможете ли вы спасти злодейку? Героиня еще одной новинки воспоминания ангела была принцессой при могущественном императоре, но после его смерти перед ней встает дилемма – подчиниться власти его брата, нового правителя, или отказаться от титула и прежней жизни. Однако, когда к ней подсылают убийцу эльфа, решение становится вынужденным. В свою очередь, протагонистка игры «Байты любви» Лейлани имела некоторые трудности в общении с людьми с самого детства. Но однажды ей попадается реклама нового чат-приложения для знакомств, и она все же решает его опробовать. Ну и в конце нашего выпуска также скажем и о свежих демо-версиях проектов. Первой тут отметим игру «Детективный инстинкт. Прощай, моя любимая», которая начинается с исчезновения женщины в поезде. Осложняет ситуацию, что о ее существовании не помнит никто из пассажиров, кроме тебя. Раскроете ли вы эту тайну до прибытия на конечную станцию? Герой следующей демо под названием «Осмельтесь мечтать» однажды заводит в реальности дружбу с мальчиком, с которым он дружил в своих осознанных снах. Но после этого он понимает, что и все остальные события из его сновидений имеют отражение в обычной жизни. В другой демо «Реальное лицо витуберов» вы сыграете за прокурора, расследующего убийство руководителя агентств витуберов. И среди подозреваемых шестеро простых сотрудников, трое из которых утверждают, что во время смерти вели свои трансляции. И теперь вам предстоит раскрыть ложь и найти настоящего убийцу. Ну а в демо-новеллы «Чудик», выполненной в стиле манги, действие происходит в средней школе, а играете вы за невзрачного ученика Ван Чже, который пытается завоевать сердца девочек и завершить свой грандиозный эксперимент. Но не помешает ли одно другому? И в конце демо-новеллы «Проджект Бейсмент Дейтинг», вдохновленная знаменитой Вальхаллой и предлагающая провести пару ночей с жуткими горничными в подземном детском доме под названием «Подвал», что расположен в городе Эль-22, где происходит всякая чертовщина. А на этом у нас все. Спасибо за просмотр данного видео. Не забывайте про священный ритуал «Лайк», «Подписка», «Колокольчик». Становитесь спонсорами ЛД на Бусти и Вакадонат и следите за новостями в паблике ВКонтакте, а также Телеграм и Дискорд. Для вас работала Анессия Аоки. До встречи в следующих видео. Продолжение следует...